Абсолютно все люди нашей планеты хотят быть счастливыми. Но что такое счастье на вынос и при чем здесь вообще мусор? Об этом мы сейчас сможем с вами узнать в музее, который является не музеем и который нам сейчас покажет его организатор. Давайте посмотрим, что это за место. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Илья. Расскажите, пожалуйста, что значит счастье на вынос? Счастье на вынос – это экспозиция забытых или выброшенных вещей. Для кого-то это уже мусор, а для кого-то это счастье. В том числе и для обычного человека, и для переработчика. Может человек сюда прийти и принести вам свои вещи, которые ему не нужны и которые пригодятся вашему музею? Да, можем принести ненужные вещи. Некоторые из них мы выставим на экспозицию, они пригодятся не музею, а некоторые мы можем передать переработчикам, которые находятся в регионе, в нашем регионе. Я вижу, что человек пришел с огромными пакетами. Давайте узнаем, что в них. Да, завершу. А расскажите, пожалуйста, что это вы сейчас только что делали? Я принес вещи, которые могли бы быть мусором, но которые теперь станут вторсырьем. А почему вы их принесли именно сюда? Иначе они засырили бы планету, мне кажется так. А скажите, вы часто так делаете? Ну, вообще нет, как только накапливается, где-то раз в два месяца. Здорово. А что там у вас? Пластик, металл и картон. В прошлый раз приносил стекло. У вас много таких, как Андрей? Честно? Честно. Пока не очень много, но хотелось бы, чтобы их было больше. Берите пример, пожалуйста, с Андрея. Ladies and gentlemen. Вот если мы возьмем вот такой ПВХ провод, да, обычный кабель, который есть в каждом доме, это от компьютера, то в таком виде переработчику он, конечно же, не нужен. И поэтому сначала я его отправляю в дробилку. В дробилке образуется вот такая ПВХ-оплетка. Это вот медь, а это алюминий. После того, как получили такую фракцию, она уже идет в прессование. И после прессования это уже готовая чушка, да, под плавку. Переработка пластика, которая происходит у нас в регионе, перед тем, как их переработать в такую грамму, и в конечный материал происходит дробление. Очень симпатичное дробление такое. Да, это дробление вот пакетов под вторых, под четвертых. Вы можете даже понюхать. Чем пахнет? Ничем. Так, подождите. Выветрилась. Давайте вот здесь вот. Давайте. Ну, нишевой парфюмерией, если честно. Да, то есть химия, ароматизированная, как у нас бытовая химия, она имеет запах. Да, здорово. Первым делом ее дробят в такую фракцию, и потом после дробления она проходит определенные этапы, и на выходе получается вот такая вот гранула. И вот уже из такой гранулы в конечном итоге изготавливаются вот такие строительные материалы. Ага. Вот. Вау. У нас из такого материала сделан, вот стоит экспонат, это скамейка, вот, лежачий полицейский. Вне музея мусора огромная и интереснейшая композиция. Вы можете прийти сюда каждый день с 10 утра до 10 вечера и принести сюда свое вторсырье. Пластик, бумагу и многое другое. Приходите, здесь очень интересно. Продолжение следует...